Между тем, это уже девятый ролик по разбору того огромного айсберга, теории заговора, всяких легенд, странных явлений и так далее. Уже по традиции упомяну, что если вы не видели предыдущую часть, желательно бы вам с ней ознакомиться. Части не связаны друг с другом напрямую, но просто скорее всего несколько отсылок вы не поймёте. Можете посмотреть её после просмотра этого видео. Итак, вы на канале BTD, заваривайте чай, мы начинаем. Субтитры делал DimaTorzok Поэтому они предлагают низкие цены и короткие сроки. Оформить заказ очень быстро и легко. Заполните короткую форму с требованиями на сайте, стоимость видно сразу. Менеджер Work5 подберёт специалиста с опытом в предмете. Если у преподавателя появились правки, вносят бесплатно и доводят работу до конца, чтобы вы точно получили хорошую оценку. Оформить заказ можно прямо сейчас в Work5 со скидкой 15% по промокоду BTD15. Самовыпилы модераторов фейсбука. Ну если верить этой статье от BBC, да, работа модером в фейсбуке не самая лучшая. Люди по 8 часов в день проверяют посты и сообщения на предмет соответствия правил. Вы себе представьте, сколько там за день приходится отсмотреть всякого снафа с откровенной гурятиной. Безусловно, физически работа простая, просто сидишь за компом и всё, но там же можно просто свихнуться из-за постоянного просмотра откровенной чернухи. Там люди в таком говне копаются, что капец. Ну тут теория гласит, что из-за этого среди модеров фейсбука высокая текучка кадров из-за самовыпилов. Ну насчёт этого я ничего не нашёл. Меметическая теория. Теория козла отпущения. Так. Меметическая теория, не путать с меметикой, гласит, что у человека нет собственных желаний. Желание изменяется в зависимости от общества. В переводе на человеческий тут имеется в виду, что вы, например, хотите поиграть в какую-то игру не потому, что она вас заинтересовала, а потому что она популярна в вашем окружении, и вы так подсознательно подстраиваетесь к нему. Теория козла отпущения гласит, что человек может сваливать свои неудачи на определённую группу людей. Ну, это вы и так знаете. Я не знаю, почему эти теории написаны вместе, возможно, кто-то оправдывает свои дебильные поступки тем, что ему их навязало окружение. Или тип того, я хз. Поклонение микропенису. Блять. Ладно. Эта тема не настолько ебанута, как вы могли подумать. Тут имеется в виду теория, что в некоторых древних культурах размер члена имел значение, но в обратную сторону. Типа, чем меньше, тем лучше. Ну, согласитесь, эта тема ещё ничего. Под таким заголовком могло быть что-то и похуже. Хотя, кто его знает, учитывая, что это айсберг конспирологии, возможно, тут имеется в виду какая-то секта, которая буквально... Ладно. Давайте перейдём к следующему пункту. Ничего такого я не нашёл. Блэкаут в Атланте в 2017 году. В 2017 году в Атлантовском аэропорте произошёл масштабный блэкаут. По официальной причине это произошло из-за подземного пожара. Там из-за этого ещё перед отключением электроэнергии весь аэропорт был в дыму. В общем, во время этого происшествия самолёты там не летали 11 часов. И пришлось экстренно думать, что делать с людьми, которые были там на пересадке. Но в итоге всё разрешилось. Но, тем не менее, это происшествие повлияло на сотни рейсов. Но, по слухам, всё же один самолёт во время блэкаута взлетел с аэродрома, а в самолёте находилось... Ну, что находилось в самолёте, зависит от конспиролога, который вам рассказывает это. Римская метафизика. Есть такое философское течение под названием метафизика. Вообще, изначально метафизики рассматривали мир как нечто совершенное, а того не меняющееся. Сейчас это учение вообще превратилось в непонятно что. Часто метафизику противопоставляют диалектики. Бесезда создала биткоин. Блядь, гениально. Короче, один пользователь на одном форуме, посвящённому крипте, допёр, что между выходом третьего фоллаута и битка ровно три дня. А ещё буква B в логотипе беседки похожа на лого биткоина. А ещё Бесезду можно сократить до такой аббревиатуры. Гениально. Но нас не проведёшь. Мы-то знаем, на самом деле, кто изобрёл биткоин. И для меня, как человека, который является криптоэнтузиастом ещё с 2017 года... Заколдованные веб-сайты. Ммм... Ну, все вы знаете легенды про проклятые сайты. Многие из них появились в 90-е или в нулевых. В те времена, когда интернет только начал массово появляться у населения. И далеко не все представляли, что это такое. В особенности до пузыря доткомов. Хотя, учитывая деятельность одних долбоёбов, и сейчас некоторые слабо понимают, что это такое. Вообще, если хотите почувствовать атмосферу загадочности, которая царила тогда вокруг интернета, можете посмотреть мульт эксперименты Лэйн. Достаточно годный. Коды веб-драйвер Торса. Есть такой канал на ютубе. На нём несколько десятков тысяч однообразных видео с мелькающими красно-синими прямоугольниками. Сейчас его активность сошла на нет, но помню, лет 8 назад видосы могли выходить по нескольку штук за час. Блядь, 8 лет назад был 2015 год. Как же время быстро летит. Тогда ещё многие ютуберы выпускали видео на эту тему, где гадали, кто же создатель всего контента. Может это шпионы или вообще инопланетяне? Я, конечно, могу ошибаться, и это лишь моя теория. Но никто не думал о том, лучше сядьте, а то от шока упадёте. Возможно, вообще голова взорвётся у вас. Никто не думал, что веб-драйвер Торса может быть веб-драйвером для генерации такого видео и аудиоряда, который получил название Торса и который запустили на каком-нибудь селениуме. Блядь, пиздец. Если без шуток, на русскоязычном ютубе я нашёл всего лишь один видос, на котором его автор решил просто проанализировать название. Выводы у него, конечно, ебанутые, но всё же автор ребёнок, так что ему простительно. Так-то он в правильном направлении пошёл. Что же обозначает этот необычный никнейм? На что у меня есть свой ответ. С английского языка слово «web» переводится как «сеть интернет», а слово «драйвер» можно перевести как «водитель» или «машинист». Нет, мы не заказываем Яндекс.Такси. То есть данное словосочетание нужно перевести как «ездящий по интернету». День, когда Земля кричала. Некто Марк Бэйн взял сейсмические данные, записанные в Нью-Йорке во время теракта 11 сентября. Повысил их, ускорил, короче, сделал так, чтобы их можно было слышать, и у него вышло что-то. А конкретнее 74-минутная запись вибраций Земли во время теракта. Такой вот арт-проект. Ну я хз, это как-то, ну такое. Плоская теория? Блядь, но я не хочу опять в эту ёбаную объективно ориентированную антологию лезть. Короче, ответвление упомянутой ООО, которое гласит, что все сущности одинаково реальны. То есть да, согласно этой версии, какие-нибудь черепашки-ниндзя или хейтер-арт-эсепи, разбивший их диск, настолько же реальны, как и настоящие люди. И причем там целая доказательная база к этой наркомании. Глубоководные исследовательские базы. Ебать, биошок начался. В 60-х США проводили эксперименты с подводными средами обитания. Это вот такая большая штука, в которой можно, по идее, жить некоторое время на огромной глубине. То есть да, самый настоящий биошок. Но проект не выгорел. Более того, проебались по всем фронтам. Начиная с того, что оказывается, находясь в таких условиях, можно очень легко откинуться, заканчивая банальными проблемами с логистикой. Но тут, возможно, имеется в виду, что все же программу не свернули, и глубоководные базы существуют и эксплуатируются по сей день. 66 книг Библии, ключевые слова. Ммм, так. Насколько я понимаю, тут речь о том, что католики признают 73 книги Библии, а протестанты лишь 66. Ну, знаете, думаю, что Библия делится на Ветхий и Новый Завет, а уже они, в свою очередь, делятся еще на несколько разделов. И речь о них. Только непонятно, что значит приписка «ключевые числа». Если вы что-то об этом знаете, пишите в комментарии. День сурка придумали для фильма. Думаю, все слышали про фильм. Нет, день сурка – это настоящий праздник, который отмечается в Америке с бородатых годов. Тут имеется в виду, что это неправда, и все доказательства этого сфабрикованы, воспоминания подменены и так далее. Само собой, это обычный прикол. Торсионные поля. О, блядь! Я уж думал, этой хуйни в этом айсберге не будет. Типа, если двигаться очень быстро, гравитация будет запаздывать, образуя торсионные поля. Эту хрень безуспешно пытаются найти уже лет сто. Всякие долбоёбы вообще изобретают генераторы торсионного поля. Приписывают этим полям вообще всё. Перемещение во времени, лечение смертельных болезней, проклятие с привидениями и так далее. Крики на станции Бетнелгрин. В Англии есть такая станция метро. Старая прям пиздос. 3 марта 1943 года посреди ночи был налёт на Британию. И местные жители попытались скрыться от бомбёжек на этой станции. Но из-за темноты свет не включали, чтобы бомбардировщикам было труднее целься. И отсутствие поручней в метро произошла давка, из-за которой умерло 173 человека, среди которых было 62 ребёнка. И говорят, что на этой станции до сих пор обитают неупокоенные души жертв той страшной трагедии. Ланфан. Пьер Шарль Ланфан это архитектор, спроектировавший Вашингтон. Вот, например, его первый план этого города. Ну и типа легенда гласит, что он спрятал в дизайне улиц тайные символы. Например, улицы рядом с Белым домом напоминают пентаграмму. Ну, в принципе, действительно, некоторые контуры прослеживаются, но это только с первого взгляда. Если мы посмотрим на карту проездов, то увидим, что это какая-то хреновая пентаграмма. Да и на оригинальном плане Ланфана она тоже не наблюдается. Вообще, в принципе, я могу допускать, что какие-то оккультные символы тогда могли использоваться, потому что тогда на всё это мода была. Но подтверждений того, что нечто такое закладывали при строительстве Вашингтона, у меня нет. Рациональная гравитация. Ну, тут может быть несколько трактовок. Например, вот есть такая статья под названием, цитирую, «Технология эфира – рациональный подход к управлению гравитацией». Рассказывают про то, как собрать межгалактический говнолёт. Ещё к этому пункту подходит теория разумного падения. Это шуточная теория, которая гласит, что гравитации не существует, а её функции исполняет Бог. То есть он следит вообще за всем и заставляет вещи падать. Это просто стёб. Просто до абсурда довели тезисы клерикалов о том, что теории эволюции не работают. Бору приснилась его теория. Нильс Бор – это, по сути, один из отцов квантовой физики. Ну и с ним есть такая же байка, что и с Менделеевым. Типа Бору приснилась его модель атома. Большой взрыв создал ДНК. Теория, мол, цепочки ДНК создал большой взрыв и раскидал их по всему космосу. Ну и вот одна из них когда-то давно ёбнулась на Землю на метеорите, создав тут жизнь. Смитсоновский институт. По слухам, во время раскопок они нашли скелеты и люди-гигантов. Но тут же пришло местное SCP в виде ФБР и забрала находки, чтобы скрыть настоящую историю нашей планеты, чтобы... Ну а дальше конспирологи не додумали. Сталкер Морган Инграм. Это Морган Инграм. Жизнерадостная, разносторонняя, 20-летняя девушка. Увлекавшаяся балетом, рисованием, игрой на пианино, верховой ездой и много чем ещё. В августе 2011 года она начала периодически по ночам слышать стук в своё окно, хотя на улице не было веток. И один раз она смогла даже увидеть чью-то руку в окне. В итоге, 2 декабря 2011 года она была найдена в своей постели мёртвой. В комнате был бардак, её губа была разбита. Я не буду показывать фотку, но приложилась она там обо что-то прям конкретно. Мерла из-за того, что употребила, скажем так, слишком много снотворного. Более того, родители утверждали, что вечером она была в пижаме, а утром нашли её в джинсах. Следствие провели, никаких доказательств в пользу существования сталкера не нашли. Короче говоря, там очень запутанная история и непонятно, что произошло. Был ли сталкер на самом деле или это обычный игроскомнадзор, непонятно. Что я могу сказать? Жалко девушку, красивая была. Жалко её родителей. Печальная история. Для тех, кого это заинтересовало, под видео я оставлю ссылку на пост на реддите, где упомянута вся хронология, а также ссылку на документалку с интервью родителей Морган. Кристин Амброзия. Тётка занималась всякими криповыми перформансами в Калифорнии в 70-е. К примеру, вот её фотка. Я не знаю, что происходит на изображении, но явно что-то странное. Идём дальше. Свидетели стрельбы в Лас-Вегасе. 1 октября 2017 года некто Стивен Пэддок забрался на 32-й этаж гостиницы Мандалай Бэй с оружием и за 2 часа убил 61 человека на улице. При штурме застрелился. Интересно, что в течение месяца после этого случая 8 свидетелей загадочно умерли. Инфа эта пошла вот с этой газеты. Ну, во-первых, никаких пруфов относительно написанного не предоставлено. Есть только текст журналиста. Ну, а во-вторых, вот эта формулировка вообще заставляет сомневаться в адекватности написавшего это. Ну и к тому же, помимо этих 8 свидетелей, было также более 21... В смысле, 21 тысячи других свидетелей этого. Так что, ну, такое. Вулканы равно ядерная энергетика. Это каким образом они вообще связаны? Лав же, насколько я знаю, не радиоактивное. Поле сознания. Теория, мол, нейроны в мозге человека не участвуют в обработке информации. Типа за это отвечают электронные импульсы, которые генерируют нейроны. Ну, это какой-то бред на самом деле. К тому же, иногда некоторые странные личности доводят эту концепцию до конкретной шизы, оставляя мозгу лишь роль проводника одушевленного поля. Назовем это так. То есть пытаются натянуть концепцию души на это. Сокровище Верде. Да чё ты будешь делать? Девятый уровень айсберга. Ну, тут сплошные баяны. Короче, есть такой челик Форест Фэн. Он торговец антиквариатом и писатель. В 2010 году он спрятал в горах всякую хрень общей стоимостью в несколько миллионов долларов, но не сказал где. Он лишь намекал на местоположение. Многие охотники за кладами попробовали найти его. Некоторые даже при поисках померли. Но долгое время клад так и не был найден. Но в 2020 году, по словам SNBC, кто-то всё-таки смог найти этот клад. Об этом сообщил сам Форест, добавив, что искатель пожелал остаться анонимным, но представил ему фото пруфы. На поиски ушло 10 лет. Чё я могу сказать? Кладман мудак. Стингрей Трекер DC. Да, уж там на самом деле настоящая клоунада была вокруг этой штуки. Короче, в чём прикол. В общем, эта коробка это Стингрей Трекер. Штука может имитировать сотовую вышку, из-за чего все мобильники в определённом радиусе будут подключаться к ней. И получается, связь будет устанавливаться через эту прокладку. То есть все звонки будут прослушиваться. И ещё несколько моментов, они на экране. Её в основном используют спецслужбы США и Британии для слежки за своим населением. В других странах используют для этих же целей вроде как другие штуки. Более того, специально ради этих целей США не латали дыры в безопасности телекоммуникаций. И внезапно выяснилось, что этими дырами могут воспользоваться шпионы или, о ужас, сами граждане США. И стал вопрос, чё делать? Ну, вроде как кому-то там дали по башке, и теперь оборудование для таких целей достать в США гражданскому сложнее. Но пофиксили ли дыры в безопасности, непонятно. Дорожные тролли. В общем, есть какой-то писатель Джерри Коллман. Написал две книги. Странные дороги и ещё странные дороги. Блять. Классное название. Мне нравится. Надо будет назвать так видео. Короче говоря, в книгах описывается волосатый гном, блуждающий по ночным дорогам, которого видят дальнобойщики США. Ну, в принципе, да, логично. Сначала ты занюхиваешь странные дороги, а потом видишь волосатых карликов. Карлики юные пидоры, блять. Призраки Цаво были верильонами. В конце 19 века от Кении до Уганды строилась железная дорога. Стройке мешала пара злоебучих львов, которые по ночам вытаскивали рабочих из палаток и благополучно сжирали. Животные показывали на удивление приличный интеллект, из-за чего остались невредимыми, сожрав более сотни людей. Ну и ходят слухи, что они не просто так были умными, а на самом деле были оборотнями. Ну то, что оборотни существуют, это факт, с которым спорят лишь идиоты. Ну типа, если человек не может перевоплощаться в животное, то объясните, пожалуйста, уважаемые скептики. Это, блять, чё такое, по-вашему? Антинатализм. Философия адепты, которые утверждают, что рождать детей не нужно. Типа, мир боль, зачем новых людей в него вовлекать? Они отличаются от Child Free тем, что могут усыновить ребёнка. Типа, раз он всё равно появился на свет. Очень странные ребята, непонятно, что они забыли в этом айсберге. Башни-близнецы были уничтожены ядерным оружием. Теория, мол, обломков после теракта было мало, а значит, они испарились в ядерном пламени. Ну, в истории с 11 сентября, конечно, был интересный момент, что многие обломки вывезли в неизвестном направлении, но это лирика. Очевидно, что теория бредовая, но раз её затронули, упомяну всё, что было бы в реальности. При применении террористами ядерного заряда мощностью в 10 килотонн у башен-близнецов в радиусе 200 метров действительно бы всё испарилось. Шансы на выживаемость от ударной волны появились бы в радиусе не менее 3 километров. Ветер бы засрал шлейфом из радиации территорий на десятки километров от места взрыва. Я понятия не имею, каким нужно быть долбоёбом, чтобы считать, что вот так выглядит ядерный взрыв, пусть даже маломощный. С широко закрытыми глазами концовка с похищением. Этот фильм уже упоминался в данном айсберге, но я напомню на всякий случай, что с широко закрытыми глазами это последний фильм Кубрика. В общем, есть теория, что одну из героин в конце фильма по задумке похищают. Типа на этой фильме есть какие-то намёки. Зоны окон. Тут имеют в виду всякие аномальные зоны, в которых происходит непонятно что. Можете глянуть предыдущий мой ролик, там я как раз рассказывал про то, что двачеры выкатили целую классификацию аномальных зон. Red Room. Ну ёбаный. Баян на баяне и баяном погоняет. Вот серьёзно, чё этот и другие пункты забыли на девятом уровне айсберга? Легенда, мол, где-то в Даркнете есть приватные стримы, на которых пытают людей за донаты. Ну, во-первых, стрим через Тор будет выглядеть как каша из пикселей, во-вторых, запалить помещение, инструменты и на камеру убить кого-то, даже и в маске. Это, простыми словами, дать ментам все нужные улики. Просто гениальная идея. Конечно, никаких Red Room'ов не существует, но было что-то отдалённо напоминающее это. В 2020 году в Южной Корее прогремело дело о поимке додиков, которые заставляли девушек заниматься всякой хуйнёй. Они предлагали девушкам заработок в эскорте и после того, как некоторые из тянок отправляли свои нюцы, заставляли сниматься в более жёстком порно, угрожая рассылкой этих фоток родственникам и друзьям. А потом и полученных материалов, и так по нарастающей. И в итоге создали каналы в Телеграме с таким контентом и платным доступом. Сам контент был, ну я не знаю, порнух с участием ножей, насекомых, говна и прочего. Короче, гурятина там была ебейшая. Один из главарей пытался сойти за дурачка, но не получилось. В итоге вся эта кибер-ОПГ уехала благополучно на Колыму. Если каким-то образом, какому-то мудаку попали в руки ваши интимные фотки, не нужно вестись на шантаж. Он их сольёт в любом случае, а если вы попытаетесь выполнить условия, будет только хуже. И как я сказал в итоге, материалы в любом случае сольют. Если начали угрожать, лучшая тактика в этом случае показать, что ты не боишься. Можете послать нахуй и кинуть в ЧС. А лучше перед отправкой в ЧС ещё посоветовать шантажисту распечатать эти фотки и засунуть их себе в жопу. В таком случае вообще есть вероятность, что вы обломаете шантажисту весь кайф, и он забьёт на вас. Но если слили, ну, родственники и друзья отнесутся с пониманием, типа с кем не бывает. Может пожурят за небрежное отношение к фоткам. А если найдутся какие-то злорадствующие пидорасы, через неделю-другую, а то и раньше сами забьют. Так что в случае чего шлите таких мудаков сразу нахуй. Не нужно с ними даже общаться. С террористами переговоров не ведут. Инцидент с Джека. В общем, поймали в 1884 году гориллу около четвёртого туннеля в Еле, британской Колумбии. В газете Daily British Colonist написали, что это наполовину зверь, наполовину человек. Чем именно животное напоминало человека, непонятно. Выглядит как горилла, ведёт себя как горилла, но это не горилла. Великолепно. Короче, с тех пор ходят слухи, что это снежный человек. Фрактализация. Единственное, что подходит под этот пункт, это вот эта статья. Её автор разработал вот такую памятку касательно теории заговора. Эфирное общество. Это обычная секта. Её создал в 1955 году некто Джордж Кинг. Уверяет, что общается с инопланетянами и написал на эту тему кучу книг. НАСА создали Луну. Лол, что, блядь? Возможно, тут имеется в виду та теория, что небо это искусственный купол, а Луна это голограмма на ней. Хуй его знает. ИГИЛ не существует. Теория, мол, данной террористической группировки не существует. Всё это делает США, прикрываясь выдуманными террористами. Но это уже шиза. Гораздо легче и дешевле и безопаснее находить каких-то сумасшедших бомжей, промывать им мозг и говорить, что делать, как было, например, с Аль-Каидой или операцией Гладио, чем отправлять своих людей. Это же глупо. Хоть те же США местами и по возможности помогали ИГИЛу в сирийской войнушке, но не воевали вместо них. Это абсурд. Камни Буя. Якобы в Новой Гвинеи местные шаманы использовали специальные круглые камни в качестве освещения. По ночам камни светились бледным неоновым светом. Их типа закрепляли на столбах и использовали в качестве фонарей. Такие дела. Йокце. Это Гюнтер Стол. Он страдал лёгкой паранойей, а именно ему долгое время казалось, что за ним кто-то следит. 25 октября 1984 года он разговаривал на эту тему со своей женой, после чего выкрикнул, что он что-то понял. Написал на листке Йокце и ушёл в бар. Через несколько часов дальнобойщики обнаружили разбитую машину Гюнтера на шоссе вместе с ним и вызвали скорую. Паранойик был голым. Гюнтер сообщил, что его избили четверо неизвестных, после чего потерял сознание и скончался. Следствие установило, что его никто не избивал. Его переехали на другой машине, после чего пересадили в его машину и скрылись. Что же произошло с Гюнтером и что означает Йокце, остаётся загадкой и по сей день. Звонки Баширу Кучачи. Это Башир Кучачи, гражданин США. В 1970 году его похитили неизвестные люди посреди ночи в Бейруте. Его отвезли в какой-то подвал, где пытали несколько дней, подумав, что он работает на ЦРУ. Он даже попытался вскрыться, но его похитители отвезли его в больницу, где ему наложили швы на запястье и отправили в США. Что это было, никто так и не понял. В 1982 году ему начали названивать с угрозами убийства его и его семьи. Кто звонил, непонятно, ибо звонили с будок. Звонили раз по 20 в день, и не только ему и его родственникам, но ещё и его друзьям. Звонили все подряд, и мужчины, и женщины. В итоге ему начали бить окна и резать шины машины. Звонили с угрозами даже сыну его заместителя по работе. В итоге Башир уехал в психушку на 6 лет. В 2000-х Кучачи обвинил в происходящем евреев и геев. Остановите антигосударственную деятельность. В противном случае ваши потери будут не только финансовыми. Водитель грохнул Кеннеди. Ну, есть теория, мол, Освальд был лишь отвлекающим манёвром, и Кеннеди замочил водитель. Магдалина Солис была такая тётка в Мексике, серийная убийца и основатель сатанистской секты. Называла себя верховной жрицей крови. Каким-то образом убедила в своей божественности всю деревню, в которой жило около 50 человек. Ну и, короче, они делали всякие кровавые ритуалы. Её обвинили в 8 убийствах и посадили на 50 лет. Взлом Сансары. Про реинкарнацию же в курсе? Ну, вот тут говорится, что можно как-то ломануть эту хрень с кармой и самому выбрать, кем переродиться. Институт наэтических наук. Американский неофициальный институт, занимающийся исследованием паранормальных явлений. Один из его основателей, Эдгар Митчелл, американский космонавт, побывавший на Луне. Даже такие люди сходят с ума. Наш институт занимается паранормальными явлениями. Объясните, пожалуйста, почему институт паранормальных явлений? Потому что у нас 500 учёных, но из них только паранормальных. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Этика антижизни. Ой, это вообще пизданутые на голову. Считают, по сути, жизнь аморальной. Нередко сами выпиливаются из-за своих взглядов. Но таких людей не так уж и много, и к тому же число поддерживающих такие идеи постоянно сокращается. Вечное настоящее. Ну, это типа Нирвана. Ну, мест, в котором можно обрести покой. Ну и прочая медитативная хрень. Канализационный сгусток. В апреле 2009 года власти Южной Каролины решили проверить канализацию. Робот, отправленный на съёмку, заметил в трубах вот эту мясистую хрень, напоминающую гигантскую мошонку. В общем, там разгорелся срач на тему того, что это было. Сначала сказали, что это колония трубочников. Другой учёный сказал, что это колония мшанок. Третий сказал, что всё-таки трубочники. Потом появилась версия про других червей. Короче, существует много теорий, чем же на самом деле является эта инопланетная мошонка. Третий человек на верёвке. Это так называется, по сути, ангел-хранитель. Гигантские кузнечки Старого Запада. Наверняка вы видели эту фотку. В общем, с неё пошла теория, мол, существуют гигантские кузнечики. Ну, кукла классная, при таких размерах кузнечик бы просто сдох. А биогенная нефть. Типа, нефть образуется не из органических веществ, а... я просто зачитаю это с Википедии. Гипотеза неорганического происхождения нефти базируется на том, что углеводороды образуются в мантийных очагах вследствие неорганического синтеза на сверхбольших глубинах в условиях колоссальных давлений и высоких температур из неорганического углерода и водорода. Ночной океан. Короче, правительство строит в Эденском заливе искусственное солнце для того, чтобы оно светило ночью. А как мы все знаем, все ктулхи выползают из-под воды, если ночью на них что-то светит. Вот для этих целей строят гигантскую лампочку. Какое именно правительство этим занимается, непонятно, но учитывая описанное, вероятно, мировое наркоправительство. В 70-х тетка спиздила одежду в магазине, а когда ее поймали, сказали, что пока она стояла на заправке. Ее, короче, закипнотизировала другая тетка и сказала ей украсть одежду, и типа она была после этого в каком-то трансе. Великолепная теория. Потерянные записи Уотергейта. Я уже рассказывал в предыдущем разборе Айсберга, что администрация Никсона, безусловно, случайно угробила 18,5 минут записи разговора, но тут теория гласит, что таких эпизодов в деле Уотергейта куда больше, только о них не рассказывали общественности. О.J. прикрыл сына. О.J. Симпсон это американский актер, которого в 90-х судили за убийство своей жены, но в итоге его оправдал суд присяжных. Ну, тут имеется ввиду, что в гибели жены виновен ее сын, а О.J. взял вину на себя. Кирала Би. В Индии есть такой храм. Ее сокровищницы не вскрывали лет 200, если не больше. В 2011 году власти Индии решили их вскрыть и описать содержимое. Из шести сокровищниц не смогли открыть одну. Более того, один из тех, кто попытался открыть, умер через месяц. Считается, что эта сокровищница проклята и открыть ее может только святой. США бомбили аэропорт Багдада. Ну, типа, да... 3 января 2020 года они ебнули авиаударом по автоколонне, убив нескольких людей, в том числе одного иранского генерала. Наверное, слышали об этом. Еще во время Иракской войны 2003 года произошел дебильный эпизод, что характерно тоже 3 числа, но не января, а апреля. Американцы взяли аэропорт Багдада, но ночью иракцы приложили много усилий, чтобы отбить аэропорт обратно. Американцы поняли, что у них намечается жопа, и без поддержки им не обойтись. Поддержка в виде истребителя-бомбардировщика F-15E прилетела достаточно быстро, уебала по американцам, после чего благополучно вернулась на американский аэродром. Не сметь стрелять по Багдаду, лучше вместе ебанем по пендесам. Что интересно, я об этом случае читал давненько, когда изучал войну в Ираке. Сейчас полез освежить знания и нигде на русском языке об этом не нашел. Думал, у меня шиза уже началась, но нет, на английском все есть. Так вот, я не понимаю, что этот пункт делает в этом айсберге, ибо, да, США бомбили аэропорт Багдада и не раз. Оратологии. Стихи о богах, написанные от первого лица. Плеядеанцы злобны. Ебать. Короче, плеядеанцы это такие инопланетяне выглядят вот так. Короче, шизы считают, что они существуют и они очень добрые и защищают нас от рептилоидов. Но мы-то адекватные люди, мы-то знаем, что это злые падлы. Ихтиозавр Гектора. Истинные параметры размера организма. В 1874 году у Новой Зеландии нашли скелет огромного ихтиозавра. Предположительно, этот вид достигал в длину более 40 метров и был по сути крупнейшим существом на планете. Больше даже синего кита. Но эти останки благополучно проебали. То есть, никто не знает, где сейчас этот скелет. Может уничтожен, может у кого-то в коллекции хранится. Я не ебу, как можно проебать блять такой важный скелет, поэтому, как мне кажется, история является мифом. Ну ибо блять, нашли, но потеряли. Это не серьезно. Семантическая сеть существует с 2008 года. Нет. Очень долго объяснять нюансы, да и со своим косноязычием я не смогу, поэтому просто поверьте на слово. Этот пункт пиздит. Миры. Ну я так понимаю, тут имеется в виду любая конспирология про параллельные миры. Очередной боя на девятом уровне айсберга. Да уж. Фермозародыши. Господи, вы ебанутые. Синамикс это компания, производящая пищевые добавки. Есть теория, что они в свои добавки добавляют размолотые выкиды. Блять. Я сейчас блевану нахуй. Какому отмороженному это вообще в голову пришло? И знаете, вы охуете, но эта теория не беспочвенна. Они как-то сказали, что использовали для теста свои продукции клетки эмбрионов. Ну из этого вышла та теория про то, что они в еду добавляют блять этих измельченных блять и обарки господи блять. Google владеет 23andMe. 23andMe американская компания, занимающаяся анализом ДНК. Но выявляет предрасположенные заболевания клиентов и так далее. Формально Google не владеет этой компанией, но на деле Google влил в них дохуя средств. Да и основательница 23andMe была жената на основателе Google. Билокация. Это когда ты находишься в двух местах одновременно. Вроде как в Библии что-то подобное описывалось. Красная ртуть. Теория заговора, мол, у СССР была особая модифицированная ртуть, которая могла взрываться как ёб твою мать и использовалась в термоядерных бомбах. Советский супероружий. Обычная байка. Там у неё на самом деле богатый лор. По одной из версий Совет КГБ сама пустила байку, чтобы вычислить тех, кто интересуется советским оружием массового поражения. Например, всяких террористов. Испанский клаудбастер. Клаудбастер это гипотетическая штука, способная разгонять облака. Не в смысле сбрасывать на облака с самолёта разные штуки для этих целей, а наземная установка, излучающая что-то. Конкретно про испанский клаудбастер я ничего не нашёл. Сельское хозяйство обрекает цивилизацию. Скорее всего, тут имеется в виду, что из-за сельского хозяйства человек стал слабее. Типа на охоту перестали мы ходить, ну и так далее. Nexus 7. Но речь тут не про телефон. Существует миф, что у США есть засекреченная программа слежки под таким названием, которая по идее должна отслеживать всё, начиная военной техникой, заканчивая ценной на продукты. Типа эту систему тестили в Афганистане, но никаких официальных заявлений на эту тему я не нашёл. Китайский бум в распознавании лиц. Ну, насчёт китайских систем распознавания лиц я не особо шарю, а копаться в этом, отделяя правдивую информацию от пропаганды, мне впадлу. Короче говоря, тут намекают, что всё, всех чипируют, литерали 1984 и так далее. Безреактивный привод. Очередной вечный двигатель, типа штука, которая двигается без топлива. По сути, что-то такое возможно с помощью пузыря Аль Кубьеры, но это лишь на бумаге. Искривлять пространство мы пока не научились, поэтому хз чё будет. Дети Индиго. Это какой по счёту баян на этом уровне айсберга? Ну, кто не знает, теория популярная в 90-е, утверждающая, что по сути аутисты Коминал аниме Эксперимента Лэйна, вот там главную героиню, я думаю, придумали, вдохновившись этой байкой. Джонни Гош. Мальчик пропал в возрасте 12 лет, 5 сентября 1982 года. Если верить матери, в 1997 году он вернулся к ней в сопровождении какого-то незнакомого ей мужчины. Парень рассказал, что его похитила секта пи***килов, но он сбежал. Закончив разговор, он вместе с мужиком ушли в неизвестном направлении. Что это было, непонятно. Расправа над быками. Ну, иногда рогатый скот находит мёртвыми с какими-то удалёнными органами. Ну, чё я могу сказать. Каждый случай нужно разбирать отдельно. Вроде что-то такое уже было в этом айсберге, если я ничего не путаю. Секретные геодезические метки. Так, ну и остался последний пункт в этом уровне. Одни баяны сегодня были, а чё ты будешь делать? Так, геодезические метки. Короче, есть теория, что в 2027 году искусственный интеллект создаст машину времени, из-за чего ему понадобятся временные маяки, отправленные в прошлое, будут выступать эти лжеметки, а там начнётся коллапс волновой функции. Короче, нет времени объяснять, подписывайтесь на телегу, пишите, что думаете об этом, а я пошёл спасать сам фонов.